В настоящее время по всей Тверской области создаются центры волонтёрской помощи. Инициатором этой работы выступила директор Тверского добровольческого центра «Мы вместе» Юлия Саранова. На днях она посетила Конаковский район. Об итогах этой поездки в нашем следующем сюжете. В Конакове руководителя Тверского добровольческого центра «Мы вместе» Юлию Саранову встретили добрые друзья – представители молодёжного объединения «Иволга». В этом году ему исполняется 20 лет. За это время волонтёры сделали немало добрых дел. Подростки приезжают к ветеранам Великой Отечественной войны, работают непосредственно с ними, проводят всевозможные акции. Вот в прошлом году мы провели акцию «Мобильная бригада помощи». Каждому ветерану, кто изъявил желание, мы вручали мобильный телефон с пожизненной бесплатной связью. «Иволга» и «Центр «Мы вместе» дружат уже несколько лет. Волонтёры тесно сотрудничали во время пандемии. Теперь же совместную работу планируется продолжить. «Уже сейчас, в 2021 году, когда мы начали такую постоянную работу, «Центр «Мы вместе», ребята помогали нам запускать проект «Подари еду» в Канаковском районе, в посёлке Козлово. Я очень рада, что наше такое сотрудничество, дружба продолжается». 29 июля также торжественно открыли обновлённую площадь у Дома культуры «Современник». Площадь долгое время была в запустении. По инициативе «Единой России» здесь провели работы по благоустройству. Положили брусчатку, обновили входную группу ДК, установили пандусы для маломобильных граждан. Гордость обновлённой площади — это новые фонари, которые превратили в настоящие арт-объекты. А в самом Доме культуры прошло ещё одно праздничное мероприятие. 80 лет отмечал почётный житель Канаковского района Вениамин Григорьев. С праздником бывшего директора Канаковской ГРЭС поздравляли друзья, коллеги, руководство муниципалитета и Юлия Саранова. «Мы были очень рады его поздравить, так как были сегодня здесь, на территории Канакова, Канаковского района. Ну а сейчас наша поездка завершается в посёлке Радченко. Тоже уникальное место в своей истории, да, самобытности». Именно здесь в местной администрации прошла встреча с общественностью. Они обсудили как уже выполненные работы, так и проблемы, которые ещё только предстоит решить в муниципалитете. «Посетили территорию детского сада. Есть некоторые вопросы, которые, наверное, требуют решений. И будем надеяться, что в том числе при нашем содействии эти вопросы будут решены». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова